Всем огромный привет, девчонки! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ира Ти. И сегодня я хочу рассказать свою историю родов. Сразу хочу сказать, что у меня здесь лежит ребенок. Она сейчас спит, ну как бы пытается заснуть, поэтому иногда она может немножко погрякивать. Я прошу прощения, если будут слышны какие-то звуки. Но, к сожалению, это видео я уже пытаюсь снять второй раз. Точнее, снимаю второй раз. Первый раз там была проблема с звуком. Она спала, но сейчас мне просто ее никак не уложить. А я, в общем, собралась, и надо уже скоро гулять идти, потому что сегодня замечательная погода. Поэтому я решила так сесть и снять на свой страх и риск. Я надеюсь, что она будет спать. Она у меня сейчас тут в качалке электрической, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Но, может быть, такое посапывание будет слышно. Я решила, что я готова поделиться с вами историей своих родов. Не вижу в этом ничего такого сверхъестественного. Поэтому, кому интересно такое видео, то оставайтесь вместе со мной. Начать хочу с того, что я очень их боялась. Если честно, я постоянно читала про это, как это происходит. Смотрела видео на YouTube. Считала, что такое схватки. Но все равно ты не имеешь никакого понятия, как и что будет происходить. Потому что, как показывает практика и слухи, у всех все все равно происходит немножко по-разному. Разные ощущения. В общем-то, я ждала, пока у меня будет отходить вода. Я ждала, пока будет отходить пробка. Но ничего такого не было. Единственное, что я замечала, мне казалось, что у меня чуть-чуть потекают воды. Но мне так казалось. Хотя на последнем УЗИ ничего такого не было обнаружено. Но от последнего УЗИ до самих родов, как вы знаете, кто уже рожал, проходит еще достаточно большой промежуток времени. И вот к концу, вот уже ближе к ПДРу, мне казалось, что у меня начинают немножко потекать воды. Где-то недели за две, наверное. Может быть даже... Ну да, наверное, за две, скорее всего. Это было не критично. Это было совсем-совсем чуть-чуть. И это были лишь мои наблюдения. Врачи мне говорили, что все хорошо. За три дня до самих родов я ощущала, что у меня бывают такие болезненные ощущения внизу живота. Знаете, как при менструации. Это было ночью. Это было совсем не навязчиво. Так в легкой такой форме. И в принципе я даже засыпала. Я просыпалась от того, что у меня был какой-то дискомфорт. И засыпала точно так же. Поэтому меня это особо не тревожило. И я почему-то на это не обращала особого внимания. Потому что в моем понятии схватка, все говорили, что это какие-то маточные сокращения. Я думала, что я должна действительно ощущать какое-то такое вот прям сокращение или какую-то пульсацию. Ничего подобного. Забыл сказать, что сейчас прошло около двух месяцев после родов. И я все еще прекрасно помню мои впечатления и эмоции, и ощущения еще свежи. Поэтому я могу это рассказать. И в общем-то 14 сентября, пол третьего ночи примерно, я проснулась от того, что у меня были болезненные ощущения. Ну, примерно точно такие же внизу живота, как при менструации. И в общем-то я чуть-чуть походила, попила, полежала и поняла, что как-то они не проходят. И в общем-то что-то не так происходит. При этом мой муж пришел с работы тогда очень поздно. И до этого он очень рано вставал, очень рано. И поэтому, естественно, ему было немножко не до меня. Он лег буквально где-то около часа ночи. Представляете, пол третьего у меня начинается вот такая ерунда. Я решила его сначала не будить. Я подумала, ну может быть это все пройдет, как вот несколько дней назад, что это все ерунда. Но спустя час я понимаю, что боли не проходят, и они становятся, может быть, чуть-чуть сильнее. Я уже до этого скачала себе специальное приложение для того, чтобы наблюдать за схватками, счетчик схваток. И в общем-то я его включила. И он мне начал показывать, что мне нужно ехать в роддом. Я думаю, ну странно, тогда уже схватки у меня были каждые 5-4,5 минуты. Боль не проходит. Я тут уже начала будить мужа. Вот спустя час он такой, конечно, недовольный. Ему совсем не до меня. Ему хочется спать. Я говорю, ты знаешь, у меня какие-то боли непонятные. Вот что-то не так происходит. Ну вроде бы не схватки. То есть человек, который первый раз рожает, он понятия не имеет, что такое схватки, как это вообще происходит. Поэтому понятно, я даже не думала, что я рожаю. Я думала, ну мало ли, что там живот болит. Ну непонятно. А еще очень важный прикол, что впервые за всю свою беременность я решила сделать себе масляную маску, кокосовую, еще какую-то там, в общем, намешала кучу различных масел и сделала себе маску для волос. И, в общем, я вот с такой вот головой понимаю, что если вдруг что-то не так, и счетчик показывает, что мне нужно ехать в роддом, у меня голова, и, в общем, мне надо идти в душ. Спустя полтора часа муж уже проснулся во все. Я говорю, я пошла в душ, мне нужно помыть голову, вдруг реально надо будет ехать. Я пошла помыться, потому что я еще читала, что это могут быть ложные схватки по душе, вам станет легче. В общем, я пошла мыться, пошла под душ, муж тусовался со мной, в итоге говорю, ладно, иди спать, наверное, все ерунда. При этом я продолжаю все время замерять счетчиком свои схватки, и они какие-то непонятные. То есть не было какого-то определенного такого периода, когда вот они начались, и вот они закончились. Они как-то очень плавно начинались, и как-то плавно так закончились, я даже не могла определить точно этот отрезок. Но потом, буквально вот с каждой, не знаю, с каждыми пятью минутами я понимала, что действительно мне кажется, что это схватки. И я уже могла уже четко определить отрезок. Боли были не такие сильные, достаточно терпимые, но я понимала, что это схватки, и счетчик писал, что вам пора уже ехать в роддом. И когда раз в десятый нам написали уже, что пора ехать в роддом, мы наконец-таки собрались и поехали. В общем-то я помылась. Внизу, я помню, мы еще купили печенье с собой в роддом, если вдруг что, или меня вообще домой обратно отправят. То есть я не была уверена, что я рожаю, если честно, потому что никаких других признаков у меня не было. В общем-то где-то в пять утра мы приехали в ОТО, роддом в Санкт-Петербурге на Васильском острове. Это научно-исследовательский институт. Мы сами туда приехали, сами на машину, мы сами сели в машину и поехали. То есть изначально у нас было на примете первый роддом и ОТО, и в общем-то решили, в какой первый поедем, туда и поедем. Где примут, там и примут. Но если честно, если есть места, то вас обязаны принять в любом роддоме. Так как было очень раннее утро, пять утра, то, соответственно, роддом был закрыт. Ну то есть внешне он был закрыт, ни одна калитка не была открыта, и мы, наверное, еще минут 20 просто вокруг коресили, потому что там несколько входов. Никто нам не открывал, мы звонили на звонок. В общем, спустя 20 минут охранник нам открыл наконец-таки дверь. Я уже просто была в таком трансе, если честно, потому что начались достаточно болевые такие ощущения. И мне хотелось уже поскорее, поскорее зайти в роддом, и чтобы меня уже наконец-таки приняли и сказали, что у меня схватки, несхватки, рожа и не рожа, и вообще что происходит. То есть я уже была такая, на пределе раздраженности именно. Мы ни с кем не договаривались, ни с каким врачом. То есть изначально мы консультировались немножко в первом, были какие-то знакомые вот-то, но мы в итоге ни с кем не заключали никакой договор. Мы сами по родовому сертификату решили бесплатно рожать. Моя сестра недавно рожала вот-то, ну и, в общем-то, мы также решили туда поехать. Приехав туда, она, значит, приняла, не знаю, кто там сидит, внизу в приемной женщину, мы ее разбудили. Конечно, там была полная тишина, такое ощущение, что там никого нету, никто не рожал, все спали. Мы разбудили эту женщину, она нас приняла, и она такая изначально говорит, у вас такие частые схватки, на тот момент у меня уже были схватки, где-то каждые 4 минуты, где-то 3,5 минуты. У вас такие частые схватки, ваши первые роды, что-то странное, может быть, вы еще и не рожаете, сказала она. И мы такие, ну да, может быть, и не рожаем, но ок. В общем-то, меня посмотрели на кресле и сказали, что у меня раскрытие 1-1,5 пальца, совсем-совсем мало, самое-самое начало схваток, и, в общем-то, они меня приняли. Потом меня подняли наверх, и пока вот это вот вся, пока меня оформляли, вот это все очень долго, куча разных вопросов задают, потом оформление страховки. Действительно это проходит, не знаю, там часа полтора, наверное, еще прошло. Потом наверху меня уже принял сам врач, бригада врачей, и это был очень больной осмотр, если честно. Вот этот врач, который меня принимал, он посмотрел у меня там маленькое раскрытие, и, в общем-то, было очень больно. Наверное, это одно из самых таких неприятных, что может быть вот на первых порах. Меня, естественно, переодели в их одежду, я лежала одна, больше никто не рожал. Я была очень удивлена, потому что была тишина. Я спросила, что я одна рожаю, и, в общем, оказалось, что все остальные сегодня на кесарево сечении. Я думаю, ну ладно. В моем понимании, роддом, я должна была приехать, там должны быть крики, вздохи, ахи, ну, в общем, что-то такое, но все оказалось совершенно не так. Я ходила по коридорчику, все было хорошо, у меня происходила пересмена, где-то пол восьмого в восемь утра там менялись смены, и то есть в следующий раз, когда у меня будет осмотр, меня должна была смотреть уже другая бригада, как раз-таки с врачом, с которым я буду рожать. И, в общем-то, я ходила, гуляла, познакомилась со своим новым врачом, он оказался очень классным мужчиной, и вообще вся бригада была очень классная, очень много было интернов, но вы их не бойтесь. Когда заступила новая бригада уже с моим врачом, он сказал, давай я сейчас тебя посмотрю, и в этот раз был осмотр совсем другой, он очень деликатно, очень аккуратно, было совсем не больно, и девочка интерн тоже меня посмотрела, то есть прям вот как сильно отличается работа врачей. Один просто вот посмотрел, и я прям ага, а другой посмотрел, и прям вообще было не больно, действительно, он сказал, что я посмотрю, не больно, действительно было не больно. Вот, а потом он, значит, отправил меня на УЗИ, я не знаю почему, но, в общем-то, захотели посмотреть меня на УЗИ, где меня немножко поволновали, потому что у меня уже был срок, ну, то есть хороший срок беременности, и по весу, по УЗИ мой ребенок был меньше, чем он должен был быть по сроку, где-то на полкилограмма. Все удивились, даже мой врач удивился, сказал, что может быть ошибка, ну, всякое бывает, так что, скорее всего, он родится больше, чем есть на самом деле по УЗИ. То есть мы ожидали, что ребенок будет весить где-то 3 300, ну, примерно так. И сказал, что у меня малое количество вод, я говорю, наверное, они потекали. Ну, в общем-то, он согласился, скорее всего, в следующий раз, когда он меня смотрел, он проткнул мне уже пузырь и сказал, давай сейчас ложись на КТГ, и потом, если тебе будет очень-очень плохо, мы тебя отправим в душ посидеть на мячике, и потом сделаем эпидуралку, если ты захочешь, если тебе будет очень сильно больно. Я говорю, окей. И лежу я такая на КТГ, потому что в этот момент, после того, как он проколол пузырь, уже начались достаточно болевые такие ощущения, терпимые, но уже было гораздо больнее. Я лежу на КТГ, и я тут понимаю, что у меня начинает тужить просто адски. Я понимаю, что я не могу просто сдерживаться. Я сдерживаюсь, потому что я знаю, что нельзя тужиться. Все это благодаря тому, что я смотрела очень много видео и читала про то, как правильно дышать и как вообще происходят роды. Поэтому, если у вас есть возможность сходить на занятия, походите на занятия в вашей женской консультации. Нельзя тужиться. В общем-то, я лежу на КТГ и понимаю, что меня тужат. Тут приходит врач, говорит, ну, как наши дела? Я говорю, вы знаете, кажется, меня тужат. Он такой, действительно? Да нет, не может быть такое сначала. Я говорю, да нет, у меня правда начинаются потоки. Он такой, да, серьезно? Это как будто вы так в туалет хочешь? Спросите за подробности. Я говорю, да. Он такой, ну ладно, полежи еще немножко на КТГ. Сейчас мы закончим. Осталось буквально, говорит, 10 минут. У меня вот такие глаза, 10 минут. Ну вот, и говорит, и потом мы тебя еще раз посмотрим. И вот эти 10 минут у меня оказались просто бесконечностью. Я также замеряла свои схватки на телефоне. И схватки уже были каждые полторы минуты. Минута полторы, примерно так. Кстати, между этими схватками в эту минуту я умудрялась даже заснуть. Потому что всю ночь, получается, я не спала. Я настолько уже хотела спать, немножко устала, что я просто вырубалась и опять просыпалась от того, что у меня начинались схватки. И здесь уже, конечно, было достаточно больно. Я не буду скрывать. Можно было терпеть, но прям вот с каждым разом все больнее и больнее и больнее и больнее. И прям вот именно потому, что я лежала на КТГ еще, мне не подвигаться, знаете, не походить никуда. Это тоже сковывало движение. Я никак не могла облегчить себе эту боль. По окончанию КТГ врач мне опять посмотрел, сказала, что да, мы рожаем, так что поход в душ нам отменяется. Я говорю, а как насчет анестезии? Он говорит, нет, уже эпидуралку тоже ставить нельзя. Мы уже начинаем рожать. И вот начался процесс самих родов. Что могу сказать? Моя бригада отлично справилась. Да, конечно, это больно, но это совсем другая боль. Не такая, какую мы привыкли испытывать в обычной жизни. Я даже не могу ее как описать. Это какая-то тупая, непонятная боль. Не знаю, девочки, это, наверное, могут понять только те женщины, которые рожали. В принципе, терпимо. Но когда начинаются потоки, очень хочется тужиться. Прям очень. А тебе нельзя. И в этот момент главное слушать своих врачей. И слушать и делать то, что они говорят. Действительно, мне дали поручни, чтобы я на себя вот так тянула, чтобы хорошо тужиться потом. И мы там дышали и подтуживали. Ну, в общем, я не буду рассказывать весь этот процесс достаточно подробно. А в конечном итоге, что у меня получилось? В общем-то, весь этот процесс немножко пошел не так, потому что у меня оказалась очень тугая мышца. И она никак не давала выходу самого ребенка. Когда ребенок уже опустился, все, он готов уже выйти. Но, в общем-то, эта мышца, она была совсем неэластична и очень-очень тугая. Мы пытались. Он сделал все, что только мог, чтобы я сама это сделала. Но, к сожалению, так и не получилось. Он говорит, ты что, спортсменка? Чем ты занималась у тебя такая тугая мышца? Никак она не хочет. В общем, никак не поддавалась. В конечном итоге я выталкиваю ребенка, а эта мышца, она опять обратно заталкивает. И, в общем, мы туда-сюда гоняли ребенка. А в итоге в какой-то момент я даже не чувствовала этого момента. Если честно, я даже не знаю, как это произошло. Потому что в момент самих родов, наверное, какие-то ощущения притупляются, а какие-то, наоборот, обостряются. В этот момент мы сделали разрез, разрезали эту мышцу. И, в общем-то, буквально за две схватки благополучно из меня вышел ребенок. И в этот момент я ощутила просто неимоверное счастье. Просто, я не знаю, как будто по всему телу прошло какое-то блаженство. Она, естественно, была такая маленькая. Она была не такая грязная, знаете, как, я не знаю, какую-то глупость. Может быть, сейчас скажу, в фильмах показывают, что они какие-то все грязные, в какой-то слези. Мне казалось, что она такая чистенькая вышла. Ну, не знаю. Положили, естественно, мне ее сразу же на грудь. Потом отнесли в бокс, где ее взвешивали, замеряли. И так и оказалось, как и по УЗИ, что она родилась 2,880, меньше, чем должно было быть. И она была маленькая, всего 49 сантиметров. Вот. И я лежала на кушетке и получала просто неимоверное удовольствие. Про себя я думала только одно. Наконец-то все закончилось, все хорошо. Наконец я родила. И вот наступило то самое счастье. Потом мне, значит, на живот положили груз и холодный лед. На момент того, чтобы у меня матка хорошо сократилась и опустилась. Где-то так я лежала еще примерно час. И потом меня пришли зашивать. И тут еще наступил такой самый неприятный момент лично для меня. Наверное, это было больнее, может быть, даже нежели сами роды, как мне кажется. Либо, может быть, я настолько уже устала, что у меня не было сил больше ничего терпеть. Мне нужно было зашить этот разрез. И в тот момент хорошо, что мне сделали именно разрез, а я не порвалась. Если бы были разрывы, то их сложнее зашить. Ну и, в общем-то, это сложнее вообще хирургически, нежели вам сделали ровненький надрез. Очень мастерски, если честно, все сделала. Все замечательно сейчас зажило. И даже вообще ни следа не осталось. Но на тот момент это было очень больно. Мне делали дважды анестезию, но она никак меня не брала. Я не знаю, может быть, у меня слишком много адреналина выплеснулось. Я не знаю. Но, в общем, меня анестезия никак не брала. И было очень-очень больно. Прям я чувствовала, как меня зашивает. Это было очень неприятно. По итогу у меня трехуровневые швы и саморассасывающиеся, и последние швы уже внешние. Там всего оказалось два стежка, и они уже были съемные. То есть спустя пять дней в роддоме мне нужно было потом еще снять швы. Они мне их благополучно сняли. После того, как это все закончилось, все было хорошо. У меня ничего не болело. Я чувствовала себя прекрасно. Да, я немножко устала. Но вот это вот чувство счастья и радости, что все закончилось, что я наконец родила, что скоро мне принесут ребенка, и я на нее посмотрю. Оно, конечно, переполняло все эти ощущения. И меня тут же накормили. Я успела на обед, по-моему. Я приехала в палату, и в этот день выписывалась женщина. Так оказалось, что у меня была пятиместная палата, и я в ней оказалась совсем одна. И где-то еще через два часа мне привезли уже ребенка. Эти два часа я благополучно поспала, немножко отдохнула. Мне принесли ребенка. Она оказалась такая маленькая-маленькая. Если честно, первое время немножко страшно ее даже было держать в руках. Но потом, естественно, страх проходит, потому что ты одна, никто тебе не поможет, и как бы нужно брать себя в руки. И, в общем, это твой малыш, что тут бояться. Вот. В общем-то, вот так прошли мои роды. Как сказала, на пятые сутки мне сняли швы, я приехала домой. И единственное, что первые две недели нельзя было сидеть, и у меня очень сильно болели швы. Очень сильно. Меня ничего так не беспокоило, да, после родов, как именно эти швы. И я даже беспокоилась, вдруг там что-то не так заживает. Потому что, когда мне их снимали, мне сказали, что там все немножко так не очень хорошо. То есть, очень так дрябло, да, можно сказать. То есть, не очень хорошо еще сошлась кожа. Поэтому надо быть очень-очень предельно аккуратной. Поэтому, девочки, если вам что-то зашиваюсь, не надо вот так плюхаться на кровать, на диван. Очень-очень аккуратно. Лучше, чтобы поберечь себя первое время, чтобы они хорошо зажили. Потом жить спокойно, ежели они у вас разойдутся. И, в общем, это будет опять морока. Но потом, спустя три недели, все прошло, все зажило, все прекрасно. И чувствовала я себя замечательно. И вот сейчас практически без недели, как два месяца скоро ей исполнится. И сейчас я чувствую себя прекрасно. И физически я чувствую, что я хочу заниматься. У меня много энергии в этом плане, да, что прям хочется заниматься спортом. В целом, хочу сказать про роды. Не бойтесь. Хотя это, наверное, глупо говорить девочкам, которые ни разу не рожали. Вы все равно, наверное, будете бояться или немножко как-то волноваться. Это нормально. И мне кажется, это вполне естественно. Но по своему опыту могу сказать, что бояться совершенно нечего. Все пройдет так, как должно пройти. Это естественный процесс. Есть врачи, очень квалифицированные. Вот-то мне очень понравилось. Мне понравились все-все врачи. И в родовом, и послеродовом. Все-все. Ну, просто вплоть до уборщицы. Да, которая потом все пять дней со мной здоровалась и подбадривала меня. И спрашивала, как у меня дела. Вот как-то мы с ней так вот сошлись. Потом меня все называли просто спортсменкой. Я была такая известная спортсменка на весь роддом. Я не знаю почему. Но, в общем, как-то так получилось. То есть процесс, который происходит, он настолько естественный, что как бы, ну, никто еще беременным не оставался. Да, такая глупая есть фраза. Но, тем не менее, это так. Вы в любом случае родите. И потом, когда вы носите на руках своего малыша, это огромное счастье. И поэтому уже, наверное, вся эта боль, которую вы испытываете во время родов, она, наверное, уже не имеет такого значения. Но будьте готовы к тому, что роды отнимают очень много сил. Действительно сил. И вот лично я тоже вымоталась. У меня прям никаких сил уже не осталось под конец. Я говорю, я больше не могу. Вот как бы так и было. В целом, я считаю, что у меня все отлично прошло. Несмотря даже на этот разрез. Конечно, было бы идеально, если бы я сама идеально без разреза родила. Но вот так вот, вот такая вот у меня генетика. Вот так вот у меня получилось. И я не вижу в этом ничего катастрофичного, ничего страшного. Я считаю, что главное, что у меня не было кесарево сечения. Хотя, если у вас есть такие показания, то я считаю, что и это норма. Но всякое бывает в жизни. В общем, девочки, все, кто собираются рожать, кто беременны, пожалуйста, не бойтесь этого процесса. Это естественно. Да, придется немножко потерпеть. И поверьте, вот эти вот часы, которые бегут, бегут, бегут. В итоге я родила в 13.00. Это время пролетело просто незаметно, как одно мгновение. Вот я вам серьезно говорю. Час за часом просто пробегали вот так вот. У меня еще часы висели. Я просто смотрю, не успевала на них смотреть, как час за часом пролетали. И это время пролетело совершенно незаметно. И бац, я уже родила. Вот. Вот такая вот история моих родов. Если вам есть что-то добавить, то вы можете написать мне внизу в комментариях. Ну, или поделиться своей историей. Буду очень рада почитать, узнать, как ваши роды прошли. В общем, да. Вот такая вот у меня, мне кажется, достаточно легкая история родов. У вас есть какие-то вопросы, то задавайте внизу в комментариях. Я обязательно на них отвечу. На сегодня это все. Всех вас очень сильно люблю и целую. Спасибо, что вы посмотрели это видео. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...